Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф Доброе утро, друзья! И, конечно же, утро страны несет не только творческую составляющую, но должно быть что-то созидательное, что-то такое, на что можно опереться в наши постпраздничные будни. А это именно спорт, друзья! Только и на него нужно опираться после таких возлияний и возъеданий. Вот, поэтому мы, как флагман здорового образа жизни, пропагандируем спорт всячески по вторникам. Делать будем это целый час, как обычно. И у нас в студии прекрасный гость Игорь Еронко. Мы будем общаться о хоккее. Доброе утро, Игорь! Доброе утро! Как настроение, как всталось, как вообще? Праздники прошли. Отступай! Всем привет! Праздники будут тяжелыми. Длинными, да? Длинными и тяжелыми, потому что 26 декабря начинался молодежный чемпионат мира. И продлился он до 5 января, после чего еще была куча-куча матчей. Сейчас вот буквально только что закончился звездный уикенд, поэтому хоккея было много, работы было много, отдыхать было особо некогда. В то время, как вся страна отдыхала, мы в основном работали. Ну, хорошо. Но сейчас, собственно, о работе Игоря и пойдет речь. Мы за эфиром пошушукались, о чем будем говорить. Вот, перво-наперво о заявлении товарища Медведева. Да, что клубы теперь будут объединяться. Да, об объединении клубов. Все знают, что у нас по итогам чемпионата КХЛ каждый год он завершается. И сколько команд вылетает? Ну, в прошлом году КХЛ вела рейтинг специально для клубов, рассчитывая на то, что по итогам этого сезона они исключат 3 и оставят 24. То есть это агентство, куда они обращались, порекомендовало им сократить количество клубов до 24, а потом еще и увеличить количество иностранных клубов. Именно поэтому ведется рейтинг, который учитывает 8 параметров, включая финансирование, есть ли там госфинансирование или нет. Противный результат, которому... Охват рынка, телетрансляции, качество этих самых трансляций, посещаемость и так далее. Посещаемость, покупка билета, да? Сейчас на последних местах идут Амур, Северсталь и... Амур, Северсталь, Лада и Югра. Лада и Югра практически наверняка покинут. С третьим участником не все понятно. Так вот, Медведев предложил во время «Звездного уикенда», который вот только что завершился, не исключать клубы, а объединять какие-то из регионов, расположенных рядом. Ну, это, конечно, чистой воды популизм, потому что... Как это вообще осуществить? Да никак это невозможно. Просто вот Владимир Владимирович, он играет в хоккей. А Дмитрий Анатольевич не играет. Он... Так это же другой Медведев. Это Александр Медведев, бывший президент КХЛ. Я просто стремлюсь подтвердить статус свой абсолютного незнайки в хоккее. Александр входит по-прежнему в совет директоров КХЛ. Ну и как бы может себе позволить сделать подобное заявление. Но представить, как это может осуществить, ну очень-очень трудно, потому что кто будет давать бюджет? Какой из городов? Как будут распределяться домашние матчи? Где будет базироваться команда сама по себе? Где у нее будет там база, где они будут тренироваться, где они будут размещаться во время каких-то пауз и так далее? Где, опять же, хоккеистам снимать квартиры? Где проживать? Ну вот слишком уже много вопросов. И кто будет давать деньги, главное, и кто будет за этим следить? То есть там всегда будет борьба за власть. Но это же пока только предложение. Ну конечно предложение, да. Естественно, почему, да, вокруг такое? Это, мне кажется, восприняли просто как такое удивление. Чернышенко, президент КХЛ, на следующий день сказал, что такой вариант не рассматривается, однако потом уже сказал, что ну мы еще будем обсуждать. Я не знаю, что там обсуждать, потому что очевидно, что это совершенно глупая затея, нереализуемая. Да. Друзья, ну что, вы тоже можете задавать вопросы нашему гостю. 909-928-1-89-9, WhatsApp Viber. Говорим сегодня о хоккее, все новости обсуждаем, а также пишите в группу ВКонтакте Страна.ФМ, совсем скоро появится. Там наш спортивный пост, поэтому ждем ваших вопросов, с удовольствием прокомментируем и ответим на все возможные. 909-928-1-89-9. Прямо сейчас Денис Клявер с песней «Я ранен», и после этого ранения мы вернемся. Это телерадиоканал Страна.ФМ, Лиза Калинина, Никита Некрасов здесь, в студии. И по-прежнему у нас полноценный, полновесный, я бы даже сказал, часовой выпуск нашей постоянной рубрики «Стране о спорте». У нас в гостях Игорь Еронко, разговариваем мы про хоккей. Наш спортивный обозреватель сегодня. И поговорить мы хотим о молодежном чемпионате. Да, что там рассказывать. Что было, как закончилось. Может быть, многие пропустили в силу Нового года. Заранее готовились, а потом уже не досуг. Ну, верняка пропустили. Все-таки он проводился в США, в Вафало. И очень многие матчи были не в самое удобное время. В частности, решающий матч группового этапа проводился в ночь с 31 на 1 в 4 утра. То есть я смотрел, но вряд ли кто-то дожил до этой игры. Мы уже так просматривали итоги, результаты. Ну, почему? В 4 утра у многих открывается второе дыхание. Ну, это надо еще найти себе силы подобраться к телевизору или компьютеру. Включить и часа 2 с половиной посвятить. И поболеть. И уснуть. И уснуть. Так вот, значит, на молодежь чемпионате мира мы вылетели в четвертьфинале. Впервые при главном тренере Валере Брагине мы не добрались до медали или хотя бы до полуфинала. Если считать, с 2011 года мы неизменно выходили в полуфинал. Тут такой вот провал. Проиграли американцам в четверти. Да и в группе проиграли не только шведам, но еще и чехам. И была натужная победа над швейцарцами. Была такая... Ну, с Белоруссами тоже пришлось помучиться. Хотя вроде эта хоккейная нация, так скажем, на задворках элиты хоккея находится. Тем не менее. И это вполне можно назвать провалом. Впервые, наверное, при Брагине. Не впервые. У него, в принципе, все эти медали, которые он завоевал, они были, скорее, натужными такими, затащенными. Мы так и не добились... Не увидели в его исполнении, в исполнении его команд такой зажигательной игры, какой-то веселой. Ну, а тут совсем все было плохо с большинством. Например, там, только одну попытку из 20 реализовали. С командной игрой были вообще проблемы дикие. Ну, ее, по сути, не было. У нас все держалось на индивидуальном мастерстве, которого всегда было в вагон, там, хоть и добавляя. И на вратарях, которых Владик Сухачев из Челябинска, он был в порядке. При этом у нас лучший бомбардир, парень, которому только 18 исполнилось. Он моложе там всех... Не всех, но он был второй молодой в команде. А второй бомбардир, человек, которому еще 18 даже не исполнилось. Который 2000 года, который один из фаворитов графта будущего года. И один из самых больших талантов, в принципе, вот этого поколения. Но ему не давали играть. Вот человек, вроде, отдает передачу, да, много результативно, классно играет. А вместо того, чтобы получать по 20 минут, он получает 11. И потом тренер объясняет, что он слишком молодой. Хотя, ну, молодой, не молодой. Он все равно набирает очки. Почему не доверить ему? Почему не посмотреть, как он это сделает? Ну, и Брагин в итоге обвинил все КХЛ в том, что молодые там не играют. И сказал, что этот год не очень талантливый, 98-й. При том, что этот 98-й год рождения, они по юниорам, там у них был период года с небольшим, когда они вообще никому не проигрывали. Выигрывали у всех Канады, США. Еще снял с себя ответственность, да? Ну, как-то перебросил в другую. Перебросил его ответственность на год. На год, на таланты. Таланты, КХЛ, все вокруг виноваты, но только не Брагин. Ну, это, конечно, смешно, потому что там были люди, ну, они, может быть, приостановились в развитии, такие как Абрамов, как Рубцов. И, тем не менее, там таланта хоть и добавляют, просто нужно было правильно им распоряжаться, может быть, вести их в течение года как-то, потому что у нас там 8 человек выступает за океаном, из тех, кто сюда приехал, еще там. Мы совсем скоро вернемся, дорогие друзья. Я напоминаю, спортивный обозреватель Игорь Еронко в гостях у нас в студии. 909-928-1-89-9, вотсапвайбер, задавайте вопросы, говорим сегодня о хоккее. А также группа ВКонтакте «Страна.ФМ» тоже в комментариях пишите. Я думаю, что Игорь с удовольствием прокомментирует, ответит. У нас сейчас небольшая пауза. Да, реклама, звери, и до скорой встречи не прощаемся. Все так. Итак, друзья, мы продолжаем телерадиоканал «Страна.ФМ». Все о спорте сегодня обсуждаем, а точнее о хоккее. В гостях у нас сегодня спортивный обозреватель Игорь Еронко. Спасибо из Дальцкому дому «Спортэкспресс» за вас. Мы говорим сегодня о многом. Вот продолжим тему молодежки, обсуждаем ее. Неудачно выступили наши ребята. Клеймят их и за возраст, и за то, что они талантливые. Но на самом деле причины совсем другие, как мы уже поняли. Клеймит тренер, а вопрос главный как раз к нему. Естественно. Почему так? Потому что у нас в принципе... Нет, это не вам вопрос, это я поясняю. Претензии к нему почему так? Тритомический вопрос. Этот стиль, которым Брагину присушил, он не способен приносить золото на постоянной основе. Вот я буквально несколько дней назад общался с Ильей Брызгаловым, который в свое время наступал за молодежную сборную России, в конце 90-х, начале 2000-х. Он говорит, что у нас раньше не было даже мысли о какой-то медали. Мы всегда ехали с настроем на финал. Думали, с кем мы там будем играть, да? А сейчас приезжают люди, надо медальку зацепить, там, бронза, ну, уже окей, герои. Это, в принципе, неправильно. Но это в связи с тем, насколько мы отстали в уровне подготовки игроков от финнов, от шведов, от американцев особенно, которые очень сильно прибавили за последние, получается, 19 лет. Они в 1998 году ввели программу подготовки молодежных кадров для сборных США. У них две команды. 17-летних, 18-летних. Они собирают со всей страны, там, по 60 человек в каждой команде. И с ними упорно занимаются. И получается, что на Олимпиаду у них едет, ну, вот на прошлом, в Сочи, например, было 18 выпускников этой самой программы. Но она нереализуема у нас. Почему? На мой взгляд, потому что ее пробовали запустить в таком же примерно виде. Все закончилось тем, что, поскольку Мельдони был включен в список запрещенных препаратов, вот эта сборная никуда не поехала. Она должна была ехать на юниорский чемпионат мира. Никто же не знал, что Мельдони выводится из организма намного дольше, чем обещанный месяц. И перед самым юниорским чемпионатом мира, там буквально неделю, наверное, за три, их начали тестировать, а там человек 15 попадали точно. Решили вообще снять сборную, чтобы не рисковать, чтобы никому не дали дисквалификации. И отправили сборную, которая на год малыш 29-го. Поэтому многие из этой молодежной сборной не имели опыта игры на юниорском чемпионате мира. На что тоже Брагин ссылался. С другой стороны, они участвовали... Ну, конечно. Причины в другом, понятно. Они ездили на разные другие турниры. Там Мемориал Глинки, например. Он даже сильнее по составам, чем юниорский чемпионат мира. Просто проводится там на 9 месяцев раньше. Или на 8. Что не суть. Хорошо. Давайте к следующей теме. Уже грядет Олимпиада самая, наверное, знаменитая. От юниоров как профессионалов. Да. И, насколько мне известно, уже некоторые страны объявили о составах, которые отправятся туда. Россия пока нет. Мы ждем тоже, какой у нас состав. США, Канада, Чехия уже готовы. Да. США, Канада и Чехия уже составы объявили. Объявили, да. Американцы 31 декабря аж это сделали. Единственное, они оставили место для двух вратарей. То есть одного заявили. Райан Изапаловский из Йокерита, который в КХЛ уступает. А еще двух решают, кого взять, потому что, во-первых, в Европе выступает всего три американских вратаря. И высокого уровня у них только Запаловский. Больше нет альтернатив. И они подыскивают кандидатов, кого можно взять. Думают, может быть, кого-то привлечь из студенческой лиги, из NCAA. Правда, она не сказать, что слишком сильна именно своими вратарями. То есть вратари, которые туда выходят, они до НХЛ еще время проводят, чтобы развиться. Там года три-четыре обязательно. Поэтому там какие-то внутренние обсуждения идут в USA Хоккей. Ну, кого-то наверняка все-таки студенты привлекут. Хотя у них и так уже аж пять человек. И всего пять КХЛ. Жидалось, что их будет в районе десяти. Может быть, даже чуть больше. Но остановились на пяти. У американцев сборная в целом... Сильная? Нет. Они вряд ли даже будут претендовать на медаль. Но она достаточно молодая, задорная будет. Вот, это самое главное. Это самое главное. От юниоров к юниорам. Не знаешь, что ждать. В отличие, например, от канадцев. У канадцев самая возрастная сборная за все, наверное, времена, что они выступали на Олимпиаде. Но при этом... 30,4 года средний возраст составляет. Такого никогда не было. У них всегда... Даже когда приезжали НХЛовцы на Олимпиады, последние пять Олимпиад, было в районе 28 лет. Мы совсем скоро продолжим. Друзья, небольшая пауза. Напоминаю группу ВКонтакте Страна.ФМ. Задавайте свои вопросы. Стране о спорте. Доброе утро, дорогие друзья. Утро должно начинаться со спорта, с зарядки как минимум. Ну, или если зарядку вы пропустили, то однозначно не пропустите наш часовой марафон. Спортивной стране о спорте. У нас, тем более, в гостях Игорь Еронко, спортивный обозреватель издательского дома «Спортэкспресс». Разговариваем о хоккее. Перешли уже от молодежного ко взрослому, тому самому, который будет у нас на грядущей Олимпиаде в Пхенчхане. Поговорили о составе сборной Соединенных Штатов Америки. И за эфиром начали говорить уже о других сборнах. Давайте поподробнее для наших слушателей и зрителей. У Канады, мы поняли, возрастная команда. Да, у Канады очень возрастная команда. Но это связано, в первую очередь, с тем, что все молодые играют за океаном. А когда уже достигают возраста 25-26, уже посматривают в сторону России, Швейцарии, Швеции, Финляндии и так далее. Ну, поэтому она и возрастная, поэтому она весьма малогабаритная. Там, средний рост 182 сантиметра всего лишь у Канады. Для Канады совершенно нетипично. 187, там, 188, у них это для них нормально. Ну, вот опять же, это все потому, что малышам очень трудно. Малышам по меркам хоккея очень трудно пробиваться там за океаном, потому что габаритов не хватает, габариты достаточно важны в хоккее. И они уезжают в Европу, где площадки побольше, где у них пространства больше и намного меньше физического контакта. Ожидал, что у Канады будет в районе 18-19 игроков КХЛ. В итоге они выбрали всего 13, не взяв там нескольких интересных игроков, типа Ази Веда, типа Мэтта Эллисона или Джеффа Кинрейда. Что странно, да, вот эти ребята могли быть спокойно лидерами этой Канады, но, как говорят, они делают ставку на характер, поэтому взяли там ребят типа Максима Лапьера, которые будут биться там до конца. Мы, правда, не взяли там Максима Тальбота из Локомотива. Я не думаю, что стоит от этой Канады ждать каких-то серьезных сюрпризов. Конечно, они должны, по идее, по потенциалу добираться до полуфинала, но выше вряд ли пройдут, потому что, ну, во-первых, слишком возрастная команда. А Чехи? У Чехов тоже возрастная команда, но это связано с тем, что все молодые тоже у них убегают за океан сразу, да. Но там вся команда практически имеет опыт и поступления на чемпионатах мира, в отличие от канадцев, да, потому что у них очень мало кто из Европы ездит на чемпионаты мира, они всегда из НХЛ почти всю сборную собирают. А международный опыт — это все-таки важно, да. Многие из тех, кто поедет, выигрывали чемпионат мира. Почти все поиграли в КХЛ, даже все поиграли в КХЛ, там кто-то подольше, 15 человек играет сейчас, еще 10 какие-то эпизоды своей карьеры здесь появлялись тоже. То есть там Борна достаточно мастеровитая, она неплохо обладает таким серьезным опытом, и там есть такие имена, как Ян Коварш, да, который был один из лучших бомбардиров прошлого сезона в КХЛ. Есть там Войтек Модик, один из лучших защитников КХЛ этого сезона. То есть и хорошие вратарей, как Фурх, например. Там есть на что положиться, есть чем взять, учитывая, что Ян достаточно технологичный, молодой, талантливый тренер, но у них может многое получится хотя бы. Ну на медаль они в принципе не то что могут рассчитывать, но добраться могут легко. Ну а когда представят, все равно вы сказали уже, что мы ориентируемся на золотую медаль в этот раз, мы самые сильные, но основные соперники кто нам, Канады и Шведы? Канадцы и Шведы? Ну все определенно уровнем немножко ниже, чем сборная России, и все, главное, признают, с кем я не общался, из Федерации Хоккея Канады, из Федерации Хоккея США. Зачем они ехать? Мы съездим, а они и отдохнут. Все прекрасно понимают, что лучшая хоккейная лига в Европе это КХЛ, и составы сборных это показывают. Сейчас Шведы объявят, по-моему, в конце этой недели, или в начале следующей, свой состав, и у них там тоже будет КХЛов все больше половины. Вот это шикарная нотя, что мы победим, мы прервемся ненадолго, братья Гримм с песней Лилею, и затем вернемся, продолжим, говорим о хоккее. Группа ВКонтакте и страна IFM, задавайте свои вопросы. Нашему спортивному обозревателю. Доброе утро. В студии Никита Некрасов, Лиза Калинина, и наш гость, спортивный обозреватель из Дальцкого дома «Спортэкспресс» Игорь Яронко. Говорим сегодня о хоккее. И уже завершим тему Олимпийских игр. Три страны предоставили, так скажем, списки тех, кто отправится на Олимпийские игры. США, Канада, Чехия. На Чехах мы остановили, что они сильные, и что наша сборная все-таки сейчас считается самой крутой. И мы рассчитываем на золото. Безусловно, все считают... Но все может... Но что-то же может пойти не так, естественно. Конечно, может пойти не так. Каждый раз мы рассчитывали на медали. Ну просто в этот раз, напомню, что не едут игроки НХЛ на Олимпиаду. В связи с этим сборная России считается главным фаворитом, потому что КХЛ лучшая лига в Европе. И все лучшие европейцы тоже выступают здесь, как и канадцы, как и американцы. А именно поэтому мы главные претенденты на золото. Ну и, собственно, пойти не так можно что угодно. На Олимпиаде достаточно проиграть один матч, чтобы турнир для тебя закончился. Это может быть четвертьфинал, полуфинал или финал. Но и на Евротурах, на подготовительных этапах мы выглядели не так уж прям убедительно. Просто все прекрасно знают, что потенциал тех игроков, которые будут собраны, он намного выше, чем у других. Там будущие звезды НХЛ будут играть. В частности, Ткачев, Капризов, может быть, Киселевич, Гавриков. Там будут бывшие звезды НХЛ, такие как Ковальчук, Дацук. Ни у кого талантов такого калибра просто нет в команде. Ну, разве что у шведов будет Расмус Долин, там совсем молодой 17-летний защитник, который просто фантастическим потенциалом обладает. Тем не менее, это пока не уровень того же Дацука. Поэтому и следует говорить о том, что Россия главный футболист. Мы рассчитываем на золото. Но у нас пока финального состава на руках... 25-го числа его объявят, после чего еще могут быть какие-то изменения в случае травм. И Олег Знарок, главный тренер нашей сборной, повезет с собой в Пхенчан, по-моему, пять звеньев. На всякий случай, чтобы если кто-то сломается, можно было... Ну, там еще до заявки будет? Нет, до заявки не будет. То есть, вот, все, что 25-го прозвучит, то все. Окончательная заявка, по-моему, проводится 13 февраля. Я могу ошибаться на день или два. Но, так или иначе, 25-го будет предварительное. Но, если ни у кого не будет травмы, так она и останется на самом начале турнира. Ясно. Ну, будем ждать, будем ждать. От души на наш хоккей, мне кажется, на этой Олимпиаде. Что же еще смотреть? Однозначно. За кого болеть, если не за наших хоккеистов? Ну, сейчас, поживем, увидим. Давайте двигаться дальше. Про Олимпиад поговорили. Что еще на повестке дня? Хоккейного мира. Конечно же, успешное выступление россиян в НХЛ в этом сезоне. Очень многие являются не просто лидерами своих клубов, а еще и лидерами всей лиги. Там, в частности, Александр Овечкин инвестирует в лиги по голландам. Ну, ладно, к этому мы привыкли более-менее за год. Уже обходим практически. Человек уже на 16-м месте в списке лучших снайперов всех времен, а ему всего 32, и еще играть и играть. Возможно, что он достигнет даже самого воина Грецки. По крайней мере, по раскладам получается, что если он сохраняет этот темп в течение хотя бы 5 лет, то достичь Грецки можно. Хотя все считали всегда, что этот рекорд великого просто невозможно побить. Так, 10 секунд у нас. Антон сказал, переговаривать нельзя ни в коем случае. Поэтому у нас сейчас реклама по курсу. Песенку небольшую послушаем. И вернемся к вам, разговариваем о хоккее, друзья. Присоединяйтесь. Телерадиоканал «Страна ФМ» Лиза, Калинин Никита Некрасов. У нас остался еще один выход, последний в нашем часе, посвященном спорту. Игорь Еронко у нас в гостях, обзоритель издательского дома «Спорт-экспресс». Говорим о хоккее и о выступлении наших там за бугром, за океаном. Поговорили об Овечкине. Хвалим его. Хвалим, хвалим. Это уже просто как априори. Кто еще достоин нашего внимания, уважения и знаний россиян о заслугах? Никита Кучеров является лучшим бомбардиром лиги. Скакнул он прям. Огромный скачок за те 4 года, что он провел в НХЛ. Сделал вперед. Сейчас он набирает почти полтора очка за игру. Это сумасшедший показатель. 120 уже не наберет, но он где-то 110 очков за сезон вполне может набрать. Что светит ему призом «Хард-трофи», приз самому ценному игроку НХЛ. Вместе с ним Стампо еще выступает Андрей Василевский, молодой вратарь, который претендует на приз лучшему вратарю сезона. Выступает он тоже совершенно фантастически. Никто тоже особо не ждал от него такой вот игры уверенной. Плюс Панарин с Бобровским, лидеры Коламбуса. Плюс у нас два молодых защитника. В той же самой Тампе, где играют Василевский и Кучеров, играет молодой Михаил Сергачев. Он должен был ехать на молодежь чемпионата мира, но Тамп его не отпустил, потому что он важный элемент команды. 19-летний защитник. Давно у нас не было молодых защитников такого калибра. Есть еще один, правда, чуть постарше Иван Проворов, выступающий в Филадельфии. Он тоже в большом порядке и тоже один из лидеров своей команды. Сергачев идет, не то чтобы идет, но будет претендовать на приз лучшему новичку сезона по итогам года. При том, что наши защитники вообще никогда даже не номинировались на эту награду. Я надеюсь, что он хотя бы в тройку попадет. У него там очень мощные конкуренты, однако он здорово выступает. И сейчас ведущий защитник Тампы сломался, он получит больше игрового времени и сможет чуть побольше играть. Барламов, к сожалению, травмирован. Худобин в Бостоне сидит на вторых ролях. Но в целом для российских игроков это очень успешный сезон. Можно Зайцева там уже вспомнить, который до получения травмы играл здорово. Якупов очнулся наконец-то, один из самых талантливых российских игроков. Стал забивать, стал передачи раздавать. И здорово выглядит в Колорадо Задоров. Еще один молодой защитник. Ему 21-22 уже исполнилось. Тоже многообещающий. Крупный с хорошим катанием. Который на молодежном чемпионате мира выиграл в свое время бронзу. Там забил несколько голов. Ну так что будущее у нас не то чтобы безоблачное. Но вполне в порядке. И Кузнецов там опять же с Овечкиным, который играет в Вашингтоне. И Орлов. У них тоже весьма успешные сезоны. Такое количество фамилий прям гордости распирает. Да я говорю, хоккей отдушина, повторюсь, просто наш спорт спасает весь. Прекрасно, прекрасно. А как там вообще зрители относятся к тому, что такие люди из вроде как такой прямо, если в политику углубляться, враждебные страны, как Россия, на первых ролях? Да, ну что... Или хоккей-хоккей, а политика где-то сбоку? Я уж про Канаду не говорю, где вообще всем глубоко наплевать, откуда человек приехал, потому что Канаду... Да, это доминион там Великобритании, дружественная страна США, но там все больше помнят суперсерию, чем какие-то распри, чем холодную войну и все остальное, да? А в США в ходу местечковость. Им главное, что происходит в городе, что происходит в собственном коровнике. И это очень правильно, у них очень развита тема поддерживая местную команду, да? То есть враги это буквально люди из другого штата, а не люди там из какой-то другой страны. Если ты играешь за команду, значит ты свой. Молодец. А Вечки давно свой для Вашингтона. Ох, здорово. Спасибо вам огромное. Это прекрасно, что наши такие вообще серьезные мужики, серьезные хоккеисты там за рубежом. Спасибо большое, Игорь. Спасибо, Игорь Иванович был в гостях у нас. Отличного дня. Ждем еще раз в гости, чтобы пообщаться о хоккее и не только. Ну, а мы прощаемся с вами до завтра. Лиза Калинина. Никитин Красов. Пока-пока. Отличного дня вам. До свидания.